На государственном уровне надо добиваться эффективности правоприменительных органов. Если кто-то кого-то зарезал и откупился, это само по себе нехорошо. А если это сделал представитель какой-то диаспоры, которая помогла ему откупиться или, как говорят, отмазываться, то это вдвойне нехорошо. Если это происходит два, три или четыре раза подряд, то наступает момент массового остервенения. Мне кажется очевидным, что надо работать с полицией. Вот эта реформа полиции, которая свелась к переименованию буквы М в букву П, на самом деле ничего нового не принесла, как мы видим. Поэтому накапливается раздражение, которое, мне кажется, поддерживается и всей системой средств массовой информации, которые контролируются властью. Мы все время ищем врагов. То англичане нам мешают, то американцы нам мешают, то нам мешает госдеп, то нам мешает белоленточная оппозиция. Всегда какие-то враги. Неважно, какие именно враги. Люди накапливают агрессию. Она может проявиться, например, в виде охоты на собак. И док-хантеры идут отравлять собак. Она может направиться на власть на саму. Она может направиться на людей какой-то другой национальности. Она может направиться, например, у России на москвичей, потому что они как сыр в масле катаются и так далее. Неважно. Важно, что по абсолютной величине градус агрессии в обществе нарастает. Если рассмотреть конкретно Пугачевскую историю, то там 44 тысячи человек в городе, население, и, кажется, около ста чеченцев. И вот у города нет других проблем, кроме этой сотни чеченцев. Когда потом власть начинает общаться с раздраженными горожанами, выясняется, что налицо безработица, пьянство, низкий уровень ЖКХ, недостаточные перспективы для молодежи и образования. Все это как бы копится, копится, копится и потом куда-то прорывается. Может прорваться в адрес какой-нибудь никелевой фабрики, как в Воронежской области. Может прорваться в адрес чеченцев. Но поскольку национальные конфликты самые легко воспламеняемые, естественно, здесь прорвалось именно в этом направлении. Хотя на самом деле сцепились два пацана, один помоложе, один постарше. Один оказался агрессивнее и отмороженнее, пнул другого несколько раз этим самым скальпелем, и его следовало бы посадить как нормального пацана. Нет, у нас это воспринимается как конфликт между местными и приехавшими. Хотя погиб, мне кажется, по национальности татарин, даже человек наполовину русский. Тем не менее, нашлась масса товарищей, которые захотели на этом огоньке испечь себе яичницу. Приехали туда раздувать эти самые скандалы. Хотя, мне кажется, все достаточно очевидно. Просто провинциальный русский город – это то место, где поножовщина встречается раз в две недели как минимум. И больше другого спорта там нет. Надо нормальные условия для жизни создавать. Тот же самый спорт, те же самые хорошие профессиональные образования. Но ведь это же никто не делает. Вместо этого мы рассуждаем о том, чем плохи чеченцы, чем хороши русские.